В России создадут Координационный совет по питанию учеников начальных классов. Сейчас подписано соглашение о сотрудничестве между Народным фронтом и Министерством просвещения. Документ предполагает организацию отдельных центров для родителей. Они появятся во всех регионах страны. В состав войдут активные мамы и папы. Планируется транслировать лучшие практики на все образовательные организации страны. А главное – ставить на народный контроль решения по конкретным учреждениям. Напомню, с 2020 года по поручению президента школьники с 1 по 4 класса обеспечиваются горячим питанием бесплатно. Финансирование ведется из федерального, регионального и местного бюджетов. В Покачах этот вопрос держат на контроле. Для детей разработано 10-дневное меню. С ним могут ознакомиться все желающие. В случае медицинских противопоказаний у ребенка по употреблению того или иного продукта в школе предложат замену. Родители регулярно посещают столовые, проверяют качество и соответствие меню, потребностям мальчишек и девчонок. В данных рейдах принимают участие старшая медсестра городской больницы и родительский контроль. Также проводятся рейды с целью контроля за организацией приема пищи учащимся, а также за ассортиментом вырабатываемой продукции, качеством полуфабрикатов и готовой продукции. Родительский контроль составляет акт и информирует администрацию школы. В актах проверки только положительные отзывы о работе и санитарном состоянии школьной столовой. Результаты проверок показали, что не было ни одного случая несоответствия меню и отпускаемой продукции. Качество приготовленной пищи соответствует хорошему уровню.